МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И всякий раз к этому возвращаясь, вспоминать что-то еще. К примеру, она богата железом. И если есть необходимость, три плода в день в качестве вкусного лекарства в контексте прочих рекомендаций. Так советуют диетологи. Хурма бодрит. Она отличная альтернатива чашечке кофе. Кто бы мог подумать? Хурма отлично справляется с кашлем. Сок одного плода разводит водой и получит горло. Хочется, честно говоря, поверить на слово и никогда ничего подобного не пробовать. Крепкого нам здоровья. Но дальше. Хурма, что называется, вяжет. И нужно, что называется, отвязаться от этого не самого приятного ее качества. Тем более, что оно негативно влияет на процессы пищеварения. Самый простой способ избавиться от вяжущего свойства хурмы – заморозить. В размороженной от проблемы не останется и следа. Еще рекомендации диетологов. Хурма – продукт низкокалорийный. Но по причине ее легких сахаров предпочтительное время ее приема до 17.00. А вообще, стоит ей лакомиться не позднее, чем за 30 минут до основного приема пищи. И не раньше, чем через час после еды. И уж никак не перед сном, думаю, это понятно. Что ж, до кулинарных сочетаний у спелой хурмы – крепкая дружба с кисломолочными продуктами, йогуртами, творогом, кефиром. И абсолютная равнодушие к зерновым. Так что утреннюю кашу с хурмой есть не стоит. Хороша хурма и во фруктовых салатах. И не только во фруктовых. Пример тому – пожалуйста. Салат с хурмой и куриной печенкой. Печенку куриную нарезать, запанировать в муке и обжарить на растительном масле. Соединить с полукольцами красного лука, кубиками хурмы, листьями салата. Заправить оливковым маслом с ложечкой горчицы. И все в этом блюде гармонично есть и приторная сладость, и пикантная горчинка, и интересный вкус. Приятного аппетита и ярких вкусных решений. С вами была Жанна Соловьева. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова